Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Недавно вот на днях буквально вышло интервью Костюшкина, YouTube-канал Алена Блин, где он заявил о насилии, которое было совершено над ним в восьмилетнем возрасте. Я вкратце напомню, посмотрите, пожалуйста, небольшой ролик. Он говорит, все, короче, сейчас ложитесь. Он положил нас всех. Ну вот, каждый открыл рот. Мы открыли рты, потому что он достал членку. Вот такое заявление сделал Костюшкину. Я еще тогда говорил, что я это делал, я пытался каким-то образом, что надо. А я не понимаю, что, тем более, от такого человека... Зачем это происходит? Я понимаю, что это может быть у любого. Он просто здоровый мужик, накачанный. Теперь понятно, для чего он качался так много. Восьмилетний мальчик до сих пор старается защитить себя от проявления агрессии, от внешнего мира и так далее. 48 лет, и 8 лет случилось. 40 лет живет человек с ним. 40 лет, и он не забыл, поверьте, это травма, которая не забывается никогда. И я благодарю всех адекватных людей, которые написали слова поддержки и поняли, что это только мужественный человек, смелый человек сможет рассказать об этом. Рассказал он, я считаю, об этом совершенно правильно. Почему? Потому что только благодаря этому мы можем действительно... Это да, это шок. Но вы знаете, можно 300 роликов снять об этом, и это будет еле-еле слышно. Но можно один раз вот рассказать на своем примере вот то, что он рассказал. И от шока люди, наконец, начнут говорить о том, что происходит. Насилие над детьми. Дети, которые пропадают без вести. Обратите внимание на своих детей. Чем занимаются ваши дети? На кого они подписаны в соцсетях? Тогда во его время было все на улице. Сейчас все в интернете. Дали гаджет, иди, пожалуйста, не мешай родителям. Потому что у них работа, все это понятно. Занимайтесь со своими детьми. Смотрите за ними. И вы знаете, самое паскудное, я считаю, что некоторые люди начали гнобить Костюшкина после его заявления. Вы удивитесь, вы скажете, как можно? Я тоже удивился. У меня в комментариях, из всех комментариев под роликом, там около 15-16 тысяч просмотров сейчас, всего один недоносок, который я заблокировал, ублюдок какой-то натуральный, написал, что вот Костюшкин не успел рот открыть, ему уже залетело. Больной на голову. Значит, и вы представляете, нашлись много кто, кто начал писать это самому Костюшкину. Вы можете себе представить, что он в 48 лет здоровый мужик рассказал, имея трех сыновей, троих сыновей, рассказал об этом, что в 8 лет подвергся такому насилию, ужасному. И нашлись люди, которые, понимая эту всю травму, и понимая, как можно довести человека, если сейчас начать долбить по этому больному месту, они начали долбить по ним. И начали писать ему гадости и оскорблять его из-за этого. Самыми последними словами. Вы понимаете, какими? Я хочу спросить вас, тех, кто пишет ему эти гадости, человеку, который вынес то, что случилось с ним, он мог молчать ради своих детей, ради ваших детей, ради моих детей, ради всех нас, на всеобщее обсуждение, этот вопрос носили над детьми. Вообще, в принципе, того, чтобы мы большее внимание обращали на своих детей. И вы чем отличаетесь от того ублюдка, который сотворил с ним это, когда вы ему пишете эти слова? Ничем вы не отличаетесь. Да, может быть, это шокирует, но неужели и неужели у кого-то хватает мозгов интерпретировать это в том ключе, чтобы написать ему оскорбление, вместо того, чтобы поддержать человека, понять, что это смелый и мужественный поступок и поблагодарить его за то, что он этими громкими словами поставил себя под удар в стране, где находятся дебилы, которые пишут оскорбление, человека после такого признания, что он это сделал для того, чтобы на повестке дня очень громко звучал вопрос насилия над детьми. Мне в комментариях написали девочки, сейчас уже женщины, что в советское время практически все, они пишут, кто про подружек, про себя, подвергались тому и в той или иной степени. Кого-то лапали, кого-то закрывали. Пишет 80-летний преподаватель там в музыкальной школе, еще кто-то, как-то. А вы сейчас думаете, ситуация изменилась? И они молчат, они молчат, жертвы насилия, потому что они боятся вот такого осуждения, как в 48 лет ему уже плевать хотелось, он состоявшийся человек, мужик здоровый. В лицо подадите ему это, скажите. Но в 8 лет он так не мог сделать. И вот эти дети, которые сейчас, они молчат. И это страшно, и мы должны обратить внимание на это. Я считаю, что Костюшкин заслуживает только одного, уважения, уважения, еще раз уважения за свой поступок. А мы, я еще раз призову, воспользовавшись случаем. Во-первых, я хочу осудить прилюдно этих людей, которые оскорбляют его. А во-вторых, я хочу сказать, что давайте выскажем слова поддержки Костюшкину в инстаграме. Просто напишем им, молодец, здорово, что вы это рассказали. Потому что он, наконец, обратил внимание, мы и раньше об этом говорили, но вот именно такими высказаны на своем примере. Я хочу сказать, ребят, занимайтесь со своими детьми, реально. Потому что если вы оставите их там, они какая-то компания, где-то алкоголь, еще что-то, я понимаю, что не уследишь. И я понимаю, что подростковое возраст, все мы помним, как это все происходит. Я имею в виду, что ребенок и не слушается, и становится неуправляемым, или еще что-то. Да если у вас дружеские отношения с ребенком, если вы можете выстроить какие-то, если даже не можете, но, понимаете, безразличие, безразличие и отсутствие взаимопонимания, но не ребенок должен это взаимопонимание настроить между родителем и ребенком, а родитель. Почитайте Макаренко, великого советского педагога. Там все написано. С вами был Будда Гришна, ребят. Если хотите, присоединяйтесь. Давайте поддержим человека. Это же ужасно то, что происходит. Самое главное, я забыл, Господи, в своих рассуждениях, его обращение в Инстаграме к тем людям, которые его оскорбляют. Посмотрите, пожалуйста. В интервью с Аленой Блин поступило огромное количество вопросов по поводу истории с насилием. Этой истории 40 лет. Это было ровно 40 лет назад. Это раз. Во-вторых, многие спрашивают, для чего я об этом рассказал. Те, кто не слушали интервью. Я повторюсь, я рассказал это, потому что у меня трое сыновей. И потому что я за них боюсь и переживаю. Вот для чего это было сказано. Тем, кто вырывает из контекста. Тем, кто просто наплевал на все. Тем, кому вообще все равно и безразлично, что происходит с их детьми, с воспитанием совсем. Им огромный привет. Но я все-таки полагаю, что вы, придя домой и обосрав меня, наплевав на меня, на мою семью, вы все равно посмотрите на своих детей и сделайте все возможное, чтобы они были защищены. Интервью с Аленой Блин. Вот такое обращение Стаса. И я хочу сказать, что пост, который он написал под этим обращением, действительно абсолютно адекватный, справедливый. Я не знаю, как еще его можно назвать. Я его зачитаю. Он пишет, это важно. Понятно, что многие просто увидели статьи, вырванные из контекста всего интервью и сразу стали размышлять, что называется в кавычках на тему. Еще раз повторюсь, я боюсь за детей, за всех, не только за своих. Пишет Костюшкин. Мы должны об этом говорить. Да, многие меня сейчас поливают грязью. Удивительно. Просто удивительно. Просто за то, что когда-то восьмилетний мальчик попал в беду. Ничего страшного, мальчик подрос и это переживет. Давайте только не дадим в обид других детей. Спасибо за понимание. Я вас всех очень люблю. Это не оправдание, а разъяснение. Прошу не путать. Чудовищно и ужасно, что у нас есть люди, нашлись люди, которые еще его и поливают грязью. Это просто фантастика. С вами был Блуды Гришна, ребят. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok